Итак, ребята, третье видео из этого цикла. Я сейчас размещу все ссылки, то есть, когда вы смотрите видео, открываете еще, и там будут ссылки, просто на сами видео. Значит, давайте посмотрим, что мы рассмотрели. Первое было помочь нынешним участникам школы. Помогли. То есть, это было второе видео, первое видео метод Супер, второе видео Аркс Кваркс, чтобы такие вещи, как мы рассматривали, почему Арк Кваркс, то есть, я объяснил детям, грубо говоря, до 6 лет, и я думаю, что теперь вы будете использовать, и ваш код станет свободным, действительно. Мы поговорили о стиле обучения. Я немножко, ребята школы, вы уж извините, но я вам сказал конкретную цель, что я сейчас, в данный момент, эти видео делаю часть, на что вам обратить внимание, и что начать применять. И вторая цель, это, конечно же, я его делаю для раздела расширенного изучения Python, чтобы человек мог посмотреть курс. Остановите видео, почитайте. В интернете на сегодняшний день есть видео либо для новичков, либо конечные библиотеки сложные. А вот этот путь пройти от новичка до профессионала, и особенно в объектно-ориентивном программировании, мы и взялись, и рассматривали в этом видео. Много общих слов говорю, но я вам пояснил суть. Итак, это мы рассмотрели. Поэтому я это смело могу... Теперь. Арк-кварц мы рассмотрели в предыдущих видео. Мы это супер рассмотрели. Теперь, ребята, я бы хотел именно начинающим людям, чтобы вы прямо сейчас, с этого момента, начали думать именно об объектно-ориентированном программировании, включая такое понятие, как интерфейсы. За собой это потянет паттерны и многое-многое другое. Но наша задача сегодня создать потребность. То есть, понять, я хочу от вас чего добиться, чтобы вы поняли, что если вы... Вы все равно изучаете объектно-ориентированное программирование, такие вещи, как полиморфизм и все прочее, 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 наследование, то есть простые вещи. Но вот то, чтобы, например, вы могли писать, участвовать в таких организациях, например, где пишут искусственный интеллект, машинное обучение. А сегодня в нашем веке программирования в этом смысле, поэтому нет равных. И действительно, если вы хотите быть таким программистом, я хочу просто развить эту потребность сейчас в вас. Итак, ну, еще для новичка. Для новичка коротко, а потом к основному вопросу. Итак, в школе более 14 суток видео. Само по себе обучение в школе – это видеоуроки. То есть, грубо говоря, мы переходим на определенный урок, где есть курс. И смотрим курс. Грубо говоря, повторяем, накапливаем опыт. Этот метод нам дает возможность быстрого старта, понимания. Но когда стоит вопрос, стал вопрос, а действительно, как эффективно обучить программированию. Было добавлено к обычному видеообучению еще один метод. Этот метод можно описать в книгах. Деть нельзя, потому что это было родился десятитомник. Человек бы просто-напросто, вот вы Луца, кто читал, ну, кто дочитал Луца? Никто не дочитал Луца. А новичок, когда читает, он большую часть мысли просто пропускает. Почему? Потому что у него нет визуальных ассоциаций, с этими вещами. У него нет ассоциаций с конкретным кодом. Так вот, в школе этот вопрос решен. Решен каким образом? Когда мы начинали, возможно, где-то буду повторяться, но повторение мать учения. Эти вопросы решаются просто переходя от одного шага к другому. Основная задача, сейчас я напишу, чтобы это важно, а потом покажу дальше. Итак, давайте я сейчас вот где-то прочту, где-то расскажу. Комментарий. Комментарий. Очень важен ваш, товарищ Басик. Итак, видеоуроки дают возможность. Конечно, по видеоурокам мы легко входим. Повторяя, можем расширять. Если мы взглянули бы немножко по-другому на этот процесс, то он, с одной стороны, очень хорош. Вот у нас есть видеоурок, но если мы возьмем вот это все пространство за наши знания, то есть на самом деле эта информация, ну, как только мы начинаем понимать, вот, допустим, взяли там видеоурок, написали, ну, тут вот конкретно, допустим, план изучения, как только у нас появился план, у нас появилось понимание, то есть эти, эта информация перешла в знания. И она, видеоуроки, вот такая. Хорошо. Когда мы начинаем, мы хотим писать, ну, допустим, более сложные вещи, то, в принципе, нам надо что? Нам тогда нужна возможность, это я вам рассказываю, как я рассуждал, да, что нам должен быть постоянно не замкнутый круг. То есть, вот так. И вот мы пишем какой-то код в другом месте. пусть это были уроки по Kotlin, мы тут работаем с Jango, а здесь мы вообще работаем с машинным обучением, вот это у нас машинное обучение. сейчас мы придем к интерфейсам, интерфейсы здесь прицепные вещи, я хочу понять, вот как я рассуждаю, чтобы вы меня понимали. Здесь у нас Jango фреймворк. Здесь у нас уроки, ну, например, это у нас был конкретно Kotlin. Наша задача с вами понять, когда мы ограничиваемся только видеоуроком, хотя и на этом этапе, вот если вы смотрели первое видео, я приводил пример Александра Процента, который делал сайт, для ребят, которые начали с этого видео, в описании видео есть ссылки, надо посмотреть три, это третье видео. Три видео, тогда будет понятен весь процесс. Так вот, то есть те ребята, которые четко понимают, вот допустим, Александр Процент четко понимал, что ему нужно вот это я открою, что ему надо, ему было за две недели он разорвался с Жанго, ему надо было написать конкретно сайт медицинских комиссий. Вот он написал у меня благодарность, что Валера, я по ходу уроков делал сайт медицинской комиссии. Ребят, ну ведь не забывайте, у Александра Процент ПХП, ПХП, то есть как меня поправляют, был за плечами, то есть он уже был программист, и поэтому он суть, у него были знания, я вижу, по Джукери, то есть он начал какие-то еще вещи делать, да? Смотрим. Спасибо, Саша. Спасибо за ваш отзыв. Или мы берем второй момент, я уже закрыл, но здесь показывали Александра Галанина, который два года назад разносил телефоны по Москве, футболочка, а сегодня работает программистом в банке. Я приводил будете видео смотреть, его тоже, ну, его отзывы, его комментарии, другие ребята пишут. И эти ребята, вот, допустим, Саша знал, а у Александра Галанина была четко цель изучить Джанка. Мои уроки помогли, то есть они для них были стартом. Я подумал, ну, хорошо, 9 лет я работаю со стартом. Большое количество людей начало программировать, это я знаю. И тут в 2015 году я занялся сложными вещами, о которых мы говорим вот сейчас интерфейсы, то есть о людях в школе, которые 4-5 месяцев, вот, например, от того же Ситушкина, Сергея Осадчева, был, подключился, не знаю, будет дальше подсказать Сергей Питерский, но по их вещам занимаются, я смотрю, по статистике очень много ребят. Кто-то новички стесняются, но подсоединяйтесь, ребята. Так вот, я решил, когда прошло, оказывается, машинное обучение. А вот здесь у нас иные задачи. Вот сейчас суть я рассказываю. Да я мое, меня за это так ругают. Задача. Это Джанго. Все эти вещи имеют какие-то общие вещи. На самом деле, когда я задавал себе вопрос, а можно ли воспитать профессионала, первый ответ я получил совершенно случайно. Это был действительно участник Сергей Осадчев, который через пять месяцев и начал писать на двух языках. Я это реально увидел. И, кстати, вот его работы, мы сейчас изучаем работы Сергея Осадчева. По вопросу, сейчас мы до них дойдем. Так, это другой браузер. То есть, я здесь приведу пример, когда он есть, этот пример, где-то ссылка есть в трех из видео. Было недоумение, как начать изучать два языка. Взял и начал. То есть, по сути дела, пять месяцев назад для человека было установить Ubuntu, космический корабль. Сегодня, на шестой, седьмой месяц, Сергей пишет очень классные вещи. Вот сейчас мы это и будем разбирать, потому что конечная часть задания нам надо понять, зачем нам интерфейсы, множество наследования. А что же будет через два-три года? Ребят, на расхват будет данный программист. И вот таких ребят я хочу, чтобы было большинство в школе. Так вот, я не зря нарисовал. То есть, у нас должно быть вот так, чтобы мы могли все остальное легко ухватывать. От задач изучаем Django, иные задачи. То есть, по сути дела, мы должны легко разбираться в любой библиотеке. Давайте сделаем итог, почему это возможно. Вывод. Любые библиотеки Python, они написаны на классах. Есть ли такие вещи в классах, которые, в принципе, важны для всего? Конечно, есть. Мы их разбирали. Итак, мы пошли по этому ООП, сначала простые вещи, там, наследование, то есть, разобрали. Все это мы разбирали Сергеем Асачем. И теперь стиль, стиль, как это разбирается, это описывать просто как видеоурок, это нереально. Знаете, почему? Потому что, когда начинается процесс, я ставлю вопрос. Моя задача, как педагога, в данном, кроме видеоуроков, сформулирую, 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 видео до обеда пишу, ребят, ну, уже, видите, как. То есть, я формулирую вопрос. Ну, допустим, возьмем на примере. Задание 4. Метод супер. Зачем? Может показаться это преждевременным, но это не так. Нужно разобраться с методом супер сейчас, чтобы, когда мы будем рассматривать код далее, он уже не забирал на себя внимание и не наносил сумятицу. Дальше я ставлю конкретные вопросы, что такое метод супер, когда возникает необходимость, как работает метод супер, очень, очень. И отдельный вопрос использования супер с init, далее задание 4 про интерфейсы. Вернемся чуть позже. И когда Сережа сбросил, да, я смотрю, то есть, вот метод супер, мы с вами разбирали, я разъяснял это, то есть, моя роль еще разъяснить. Сережа ответил очень правильно, есть метод супер, применяется к объектам. Ну, вы смотрели второе видео с цикла, вам тоже повезло, вы тоже понимаете. И вот пример, пошел код, то есть, когда вы прописали этот код, метод супер у вас рассчитывается на автомате. Далее он расставил все по своим местам, это уже казалось вопроса интерфейса. Наша задача, вы все это прочитаете, потому что я сказал, используйте что хотите, используйте книги, источники интернета, я увидел, что он действительно нашел статью кого-то из ребят, который рассказывал именно интерфейсы. Ну хорошо, к ним придем. То есть, в чем заключается моя, начала заключаться моя задача? В том, что заострить внимание вопросом, вот допустим, мы изучали сельф, я добивался четкого понимания, что такое сельф, конкретно, что это, допустим, ссылка, что он делает, как он это делает, я понимал, что в любом классе сельф он есть. Какой бы класс ни брали, это всегда первый аргумент. И неважно, что мы изучаем, мы изучаем джанго, иные задачи, пишем на классе, машинное обучение, везде он будет присутствовать. вы понимаете, к чему я кланю? То есть, я начал просто давать курс, который, в принципе, я выразил словами, но лучше я сейчас не выражу. Именно. Что ставлю задачу пройти путь между началом, да, вот научился человек писать, только, грубо говоря, не тот процесс, что научился, а вот прошел первые уроки, да, вроде понимаю, но писать не могу. Как перевести его на уровень, чтобы он начал писать? Вы знаете, все началось немножко с другого. Когда я начал задумываться уже о команде, потому что все-таки у меня в голове крутятся опенсуржи-проекты, я подумал, что надо и блокчейн, надо было ребят поучить. Кто-то учится для себя, а кто-то пойдет со мной. Ну, мне интересно, сколько мы сможем продвинуться. И я начал себе задавать вопрос. Валера, вот что ты делаешь, когда ты пишешь, допустим, приложение на Джанго? Я отвечал, ну, я пишу классы, я пишу функции, это ж надо, извините, ругаться не буду, но такие простые вещи, гениальные, они приходят на восьмой год, как-то практически. И я еще не понимал, я вам скажу честно, это произошло, как бы, само собой, то ли время пришло. Когда я задумал сайт Kotlin, я очень хорошо для себя понимал, ребята изучают Python, значит, с Kotlin я связываю блокчейн, каким образом, то есть идет время блокчейн, блокчейн может быть вебе, может быть в мобильном приложении, и меня это очень заинтересовало, идет, уже разрабатывается смартфон, а потом рванет. И здесь была применена впервые та методика, о которой вот я сейчас расскажу, когда вы курсы Kotlin посмотрите, то есть помните, я вот только что упомянул, что я спрашивал себя, ну, Валера, ну, что ты делаешь, когда пишешь, допустим, там, приложение Django, пишу классы, и вдруг до меня дошло, а почему бы сразу мне, ребятам, не учить писать классы, и а как? Здесь спасибо активности Осадчева, Ситушкина, Александра, Володи Семеновича, здесь был составлен план, ну, допустим, идут переменные, потом идут функция, а потом бац, идут эти, юнит, а потом бац, экспресс функции, идут классы, но нить не теряется, мы затронули переменную, и рассматривать начали далее язык в пределах функции, то есть так как человек, вот это важно, воспримите, пожалуйста, на слух, я уже просто, честное слово, устал до обеда, пишу, но это важный момент, когда человек написал функцию, и начинает рассматривать, ну, пусть тот же тип данных, как вот писал Ситушкин, вот я изучил Python, а сейчас пишет вообще он на Java, говорит, ну, я знаю, что, ага, в Python это строка, я просто для себя ищу, а как же в том же Java выглядит строка, и человек пишет программу, то есть, к чему я веду, что не важно, какой язык вы будете писать, так вот, и человек начинает в пределах функций дальше изучать язык, потом раз, главное, что я упираюсь, во что, часть функций работает в классах, тем более, Котлин такой умный язык, там можно вообще использовать часть класса для чего-то, и мы затрагиваем классы, и я говорю ребятам, как только классы затронули, сразу переходим к чему, к второму разделу, Android Studio, то есть, начинаются курсы Android Studio, сейчас поймете, для чего я рассказывал, и где мы начинаем Котлин уже применять, пиша, 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 ой, в общем, грубо говоря, применять на практике, при этом для себя я начал делать такие подсказки, так как литература почти нету, и прежде чем написать урок, я себе его готовлю так, и ребятам, доки, да, но это не совсем доки, это просто понимание, и вот здесь был прорыв, первый был человек Асачи, который я видел реальный код на двух языках, самое интересное, что домашние задания, я думал, тогда еще думаю, а домашние задания даются здесь в этом стиле, они не повторяют, они расширяют, и я начал делать все очень просто, то есть, если мы посмотрим сайт Kotlin, допустим, да, хотя мы говорим о Python, но я говорил о двух языках, ребята, мы заходим в кабинет, переходим в группу, и здесь, если мы заметим по группе, да, то, допустим, те же домашние задания по Kotlin, то мы увидим фамилии ребят, которые это начали просто делать, им это интересно, к шагу 12, например, да, то есть, по сути дела, таблица символа Unicode, то есть, расширяют, так получается, что мы, как бы, работаем совместно, но полностью покрываем тему, приходит понимание. Вот это я рассказал немножко, как это родилось, хотя, кажется, банально просто, но к этому приходится прийти, а привела сама практика. И вот тогда-то я начал таким способом, но уже немножко по-другому поступать с Python. Я сказал в школе, что мы начинаем серьезно изучать Python, объектно-ориентированное программирование, так, чтобы сразу начать писать. И тут я понял, что, в принципе, когда человек приходит в школу, что он делает? Я знаю, что он делает. Приходит человек с нуля. Что он первое делает? Понятно, у него ни почем не бум-бум. Поэтому он, начиная сначала смотреть первые уроки по Python. При этом вы понимаете, что очень важно находиться именно в школе, потому что здесь идет информация, как я ее начал называть, не дня без строчки кода. Даже если вы изучаете раз в неделю, то значит поставьте задачу ни недели без строчки кода и писать будете. Человек сначала, допустим, изучает Python и изучает он их по видеоурокам. Но важный момент. Он смотрит, здесь рассказано очень простым языком. Я знаю, что родители своих детей по 6 лет учат, и они понимают, начинают писать списки, словари, то есть он знакомится. И вот какая картина получается. Ребята, смотрите, очень важный момент. То есть проходит человек уроки. Вот начальный, я пишу начальный. Начальный. Ситуация следующая. Следующая. Ставим себе задачу. Я себе ставил ее каждый день. Ответ пришел неожиданно в виде практики. Котлин, я не зря вам рассказывал. Задача. То есть задача очень простая, но я ее формулировал так. Вырастить пишущего программиста. Ну, пишущего я и имею в виду, что человек свободно пишет код. Но вот незадача. Смотрите. Человек прошел начальные уроки. Он только познакомился с списками, со словарями. И там, если вы посмотрите, и есть даже вот момент, откуда рекомендуется переходить с Жанго, когда есть начальное понимание классов. Начальное понимание классов, которое, в принципе, начинает достаточно для работы с Жанго. Поэтому часто, когда я вижу в интернет такой, я не отвечаю на эти вещи, но вижу, люди пишут, а можно ли изучать фреймворк Жанго, не изучая Python? Ребят, ну, а можно ли читать книгу любую, не зная алфавита и не зная языка? Нельзя, ребят. Не говорите глупости. Иначе будете копаться, запятую не поставил, вместо того, чтобы назвать это строка и быстро считать ошибку. Так вот, здесь получается одна такая вещь. У человека здесь образуется провал. Провал. Он у каждого по-своему. И мне понадобилось 8 лет, чтобы убрать этот провал, да? То есть, каждый решал его по-своему. Я до этого считал, что начал делать то есть, человек идет, допустим, на spb-tletu.ru, я считал, что практика это критерий истины, это был правильный, но недостаточно полный, полная вещь. То есть, грубо говоря, я сейчас войду, это работало, работало отлично. То есть, и люди устраивались на работу, и меняли жизнь. Ну, например, там, человек начинал изучать джанго, то есть, хочешь не хочешь, ему приходилось сталкиваться списками, словарями, ну, то есть, делать уроки, да. Здесь он делал приложение на джанго и начинал писать сайты. При этом я рекомендовал изучать, допустим, библиотеки Пайкате, ну, Кинтер, то есть, кому что интересно. Грубо говоря, человек начинал писать код. И проходило время, он начинал понимать Пайтон и выходил на вот это вырастить пишущего программиста. Но понимаете, что я сказал? Проходило время. Вот Т, оно время. Понимаете, Т. Я постоянно мучился, ребят. Как же это время укоротить? И вот то, что я говорил про Котлин, это является укорочением. При этом появлялось, изучая джанго, у человека в принципе рождалась определенная проблема. Например, смотрите, человек работал с джанго, но джанго это не фреймворк, это фреймворкище, который имеет свою структуру, архитектуру, я не знаю человека, который вообще за всю жизнь мог бы все применить. Но нет такого человека, это мощнейшая вещь. Но не зря Инстаграм взял серверную часть джанго. То есть знаете, вот вы будете работать с блокчейн, морду написали на Киви, то есть на либо на Киви или на Котлин, а серверную часть джанго тоже блокчейн. То есть у вас всегда есть готовый инструмент, который отточен, который без ошибок, который перехватывает все. Мощнейшая вещь. Инстаграм, морда написана сама мобильная часть на Java, а серверная часть на джанго, это Python. И вот эта вот задача, вот эта вот задача, смотрите, она получается у человека времени, то есть кто-то доходил через написание фреймворка джанго, то есть да, я считал практика, но вдруг до меня дошло, ведь мы работаем с ООП, а зачастую читаешь в интернет, и когда Ситушкин однажды написал, Саш, спасибо тебе, и он пишет такой, что вы знаете, ребят, вот я уже писал приложение на ПКТ, ничего не понимаю, но писал, он понимал начало Python, он ставил себе задачу какую, но я сейчас поработаю со списками, со словарями, да, и дальше, в принципе, делал по аналогии, но есть там это супер и есть, ну, буду применять по аналогии, и вот тут до меня дошло, вот тут я понял, что моя задача сейчас сосредоточиться на том, чтобы заострять внимание на сейф, на инет, то есть поэлементно, на вещах, которые относятся абсолютно к любой библиотеке, из чего строится Python. Само собой, так как мы работаем с типами объекта, теми же списками и словарями, то когда будем писать код, мы их и так затронем. Но вопрос в том, для меня первично стало обратить внимание, как вот я вам показывал, и это обращение внимания должно было сосредоточить определенный вопрос на определенном методе. При этом, почему это эффективно? Человек уже прошел определенные уроки, и он работает сам. Я ему говорю, для ответа на вопрос я тебя направлю и подправлю, но ты работай именно сам. Когда есть веха, как говорится, знаете, когда есть вехи, то человеку легко сориентироваться, ведь можно набрать и почитать такое мета супер, супер, в данном случае. И мы его разобрали. Значит, мне остается подвести итог, я на 100% уверен, что теперь этот метод супер, ребята школы будут применять осознанно в виде считывать. То есть смысл поняли, да? И это начало работать. Вот таким образом, когда человек, я говорил, начальный курс пройдет, но здесь если вы будете на сайте и перейдете практика Python ООП, где я веду как бы направляющие заметки, которые ведут в группу, то есть очень важно быть в школе. Я написал, что ребята, как только дойдете до функций в простых уроках, переходите уже к первой части занятий и делайте, задавайте, ну есть же ребята, которым интересно, спрашивайте у них, выворачивайте их, но делайте, чтобы вы начали работать с Python в виде функций. То есть у вас не должен здесь быть разрыв времени, вы сразу как бы продолжаете практически изучать, а дальше параллельные джанго изучаете. Вот, помните, я говорил про пробел, так вот, я не договорил тогда, когда мы работаем с джанго, мы полностью переключаемся на джанго, и там просто есть свои классы, мы читаем, да, но человек начинает забывать про настоящее ООП, а если вот он знал ООП, как я знал, да, после 2015 года, я быстро сообразил, мне надо библиотека Путильс, предыдущее видео, посмотрите, и я просто использовал супер, и сделал то, что мне нужно, задачу для сохранения, но ведь эти знания должны быть, и эти знания мы начали приобретать, таким образом, когда идет вот эта задача, у человека начальный курс сразу перетекает в то, что он начинает писать, то есть реально начинает расти пишущий программист, дальше он решает задачи, те, которые поставил, можно сделать вывод, вывод, применение стиля обучения в видео формате, в котором более 14 суток в школе, в совокупности со стилем обучения последовательный разбор, вот то, что мы говорили в группе, дает возможность действительно подготовить пишущего программиста, при этом совершенно становится неважным, с чем будет работать человек, с жанго, с машином обучения, именные задачи, везде он будет сталкиваться с классами, но самое интересное, что здесь здания построены так, что он не то, что прочитал, а мы разбираем тему, вот смотрите, мы сейчас разбирали супер, до тех моментов, пока эта тема не стала уже четко понятна всем, то есть человек пишет код и объяснения и рассказывает своими словами, а до этого же мы много разбирали, мы разбирали много-много-много, я надеюсь, вы меня услышали, вот так решили, теперь нам остался маленький фрагмент рассмотреть, это только интерфейсы и абстрактные клады, причем здесь перезагрузка операторов, пример открытия двери, это как раз был пример, но я открою сейчас сообщение, как раз кто будет сколить, тот его прочитает, вот смотрите, сейчас вот я открыл, а сейчас мы с вами поговорим об интерфейсах, вот это у нас интерфейс, а вот это у нас другие классы, класс открытия двери, и я пишу просто, чтобы всем было понятно, ключом, и второй класс, ребят, возможно придется видео несколько раз смотреть, либо по чуть-чуть, класс открытия двери карточкой, а вот тут у нас еще большой вопрос, абстрактный класс, абстрактный класс, абстрактный класс, интерфейс это тоже абстрактный класс, но между ними есть разница, по сути дела, что такое абстрактный класс, но давайте я еще раз покажу для людей, которые вот только начинают программирование, конкретно его использование, вот смотрите, прежде чем перейти к интерфейсам, вот у нас есть айтем базы, абстрактный класс, так как в джанго код прописан, то помечая абстрактный класс, мы просто слово абстракт, и что начинает происходить, грубо говоря, истинно, да, поставили, абстракт, это нам дает возможность создать такие вещи, смотрим практически, вот смотрите, вот берем, открываем сайт Kotlin, и на джанго, это есть просто, мне очень нравится сейчас Kotlin, к пайтору, дополнение, я просто кайф ловлю, ребят, изучайте, пожалуйста, изучайте, слушайте меня, но не теряйте 8 лет, как я потерял, хочу только лучшего, так вот, переходим к Kotlin курсы, я перехожу создать курс для Kotlin, например, и смотрите, управление контентом, то есть благодаря абстрактному классу, к сожалению, сейчас не видно, я смог в одном месте ставить картинку, видео и прикрепить файл, то есть функции совершенно разные, смотрите, но это делает один класс, как это происходит, смотрите, дальше я, у меня класс идет всего одна строка, и название поля контент, дальше это обычный текстовой редактор, я уже забыл, сейчас я говорю много времени, обычный текстовой редактор, второе файли филд, идет изображение, третье, то есть файлы, третье изображение, что делает джанга, когда класс абстрактный, она таблицы абстрактного класса создавать не будет, так как абстрактный класс, если мы вот так возьмем, то как правило, он пишется так, как написал Сергей, то есть по сути дела пас, ну грубо говоря, ничего не делает, да, он просто задает методы, мы к интерфейсу сейчас подойдем, но, вот когда мы создаем класс новый, который наследуется от абстрактного класса, как мы видим, item базы, item базы, то уже создается таблица, куда включаются поля из абстрактного класса, пользователь, заголовок, создано, обновлено, и поля допустим текстового редактора, да, вот оно на практике, и где вы, то есть если нажимаю редактировать, вот это поле как раз и есть, обычный текстовой редактор, то есть смотрите, как удобно при помощи абстрактного класса мы решаем задачи, увидели, да, это на практике, теперь, теперь, я уже очень четко понимаю, что такое интерфейс, и я решил ребят подводить к этому очень спокойно, когда я понял, что Сергей Асачи вот описывал зоопарк, а зоопарк, ему неоткуда было брать код, потому что я его придумал, и там были условия, условия разные, там, что допустим можно было открыть дверь, если рядом, ну, например, с этим светврачом, то есть укротитель тигров, иначе может съесть ветеринара, и мы запомним этот пример, я себе помечу, зоопарк, да, чтобы я запомнил, почему важен интерфейс, когда жизнь касается жизни людей, банка, без этого просто ничего не напишешь, ребята, то есть серьезного программиста без нормального изучения Python OPS вас не будет, помните, я рассказывал случай, что пришли бы вы, начали писать примерно такой код, я вам бы сказал, вот мы работаем с банком, напишите, если бы вы написали вот так, начали код писать, мне не надо вам просто задавать, я просто четко для себя, бы понял, передо мной человек, который только знает начальные знания Python OPS, то есть он мне не подходит, если бы человек начал писать код с использованием интерфейсов, я сказал, да, я его доучу, но он понимает, что делать, глубоко, и если бы он начал там, я увидел бы ARK, Quark, то есть те вещи, о которых мы говорили, я понимал, что человек мыслит, то есть видите, как легко, когда знаешь сам, то легко определить действительно, кто перед вами в первые секунды, не надо долго копаться, я задал задачу, говорю, ребят, ну представьте, есть шахматы, попробуйте писать, здесь я поклон и благодарность Сергею Питерскому, который не побоялся написать этот код, и я ожидал, я ожидал, что он напишет, это и есть абстрактный класс, только надо было бы назвать абстракт, потому что у него методы здесь ничего не делают, да, а дальше он начал реализовывать фигуры, все это мы изучали, то есть для вас, кто в школе, именно в школе, ребята, для тех код будет считываться, но тогда я начал вести дальше, дальше, и ребята, я знал, что у них просто в понятии интерфейса нету, и мне надо было создать эту потребность, и в конце концов я их мурыжил, мурыжил, ну, как я говорю, писал, 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 направлял, правильно, а потом все-таки задал вопрос прямо, ребят, ну, задание, да, я понимаю, что дальше их мурыжить нет смысла, надо переходить к действию, дополнительно, нам нужно понять для себя важность новых знаний, продолжаем продумывать структуру шахмат, что это выйти, и дальше, я им даю уже ответ, мы должны были включить шахматы интерфейс, реальную историю описал, и все-таки задаю вопрос, на то, что и ориентировал Сергей Асачи, да, но здесь я оставил вам вопрос подумать, какую роль играл бы интерфейс в программе шахматы, в программе зоопарк, тем более в зоопарке от этого зависит жизнь людей, я дал подсказки, что здесь понадобится язык умел, он очень простой, но как-то рисовать надо и понимать друг друга, и все вещи, и вот я получил ответ на свой вопрос, и вот эта тема теперь в школе начинают люди понимать, что действительно Python ООП, а как я раньше рисовал, да, если вы видели, нам надо, прежде чем, когда мы основной, нам надо захватить интерфейсы, и потом уже использование классов, интерфейсы используют классы, то есть, грубо говоря, где есть код, что Маша, мы пишем, что, грубо говоря, Маша, кроме того, что готовит суп, может пойти выносить мусорное ведро, то уже нам будет важен интерфейс, а если еще мы описываем некую игру, или некоторую, где Маша может выйти на балкон, и там перебрать лук, или сходить еще в магазин, то извините меня, тут только интерфейс, то есть, но ведь это понятие надо было сформировать, поэтому я написал ребятам, и действительно, я сказал, безумству храбрых поем мы песнь, я не хотел, чтобы Сергей Питерский обиделся, ведь он был смелый, и его пример показал, но у ребят школа ноль, ну не знают они, а подождите, Сережа Питерский, Бовсуновский, после пяти лет изучения, в пятнадцатом году, шести лет начал задумываться об этом, ребят, извините, а Сачин и шестой месяц, понимаете разницу, вот, поэтому, круто, идем дальше, хорошо, допустим, у нас есть класс открытия двери, и класс карточки, ребят, обратите внимание, свяжите сейчас, то, что я показывал, полазьте по рубрикам, код шахмат, и прочитайте вот эту статью, да, все вот эти статьи, которые, мы дальше двинемся сейчас, дальше двинемся, да, по сути дела, люди, которые понимают интерфейса, у них вообще, это как бы само собой, но теперь, давайте мы, чтоб не запутать сейчас новичков, в школе мы подробно, мы можем написать абстрактный класс, чтобы открывать, открывать двери ключом, и открывать двери карточкой, хорошо, если, допустим, мы пишем абстрактный класс, так как показывал я, было программа шахмат написано, да, то есть, где пас, пас, я уже не найду сейчас, но ничего не делал класс, по крайней мере, в абстрактный класс с открытой двери ключом, мы можем вложить методы по умолчанию, да что это такое, то есть, метод засунуть ключ в скважину, второй метод повернуть, ребят, ну зачем такой абстрактный класс, когда мы, а если класс карточки, то извините меня, по умолчанию метод засунуть в скважину и повернуть, а карточку надо вообще поднести, и как вы будете переопределять метод поднести карточку, если у вас одна дверь открывается ключом, нет, ну конечно же, ребят, конечно, новичок может сказать, а мы напишем абстрактный класс и для двери, а мы напишем абстрактный класс для карточки, ребят, ну хорошо, тогда я вам другое, вот зоопарк, вот человек, вот злая тигра, ну не совсем тигра, ну в общем это тигра, ребят, ухи, 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 вот тигра большая, приходит, мы когда с Сергеем рассматривали зоопарк, я сказал, что должно быть две люди, то есть и ветеринар и дрессировщик, вы сделали абстрактный класс, абстрактный класс, он просто реализует метод, то есть выключается свет, ну, я говорю примерно, выключается свет, гаснет свет, и что происходит, а у нас ветеринар не пришел, то есть не ветеринар, а дрессировщик, а вот в этот момент здесь находится ветеринар, выключается свет, кот сырой, открывается дверь, выходит тигра и съедает ветеринара, боже мой, да, потому что абстрактный класс либо наследует, либо не наследует, но Сергей Асачий это мы только учились, он как умный человек, он скажет, не, ребят, ветеринар я не дам съесть, я поставлю интерфейс, да, люди по-разному говорят, но интерфейс, это в полную, в первую очередь, я скажу, вы со мной спорьте, не спорьте, это выполнение контракта, выполнение контракта, вот здесь мы ставим, грубо говоря, в интерфейсе открытие двери, но при этом интерфейс совершенно не знает, где будет открыта дверь, у тигра, у льва или вообще неизвестно где, интерфейс знает, что дверь должна быть открыта и это возможно, она задержит только инструкцию, но она не будет проверять, и вот если бы пропал свет и был интерфейс и не был, пропал свет, он бы не пошел дальше выполняться, да, или часть кода только выполнилась, но ведь контракт не выполнен, потому что мы прописали, что дверь открыта, дверь открыта и второй контракт наличие двух двух человеков, дальше распознавание лиц, что это должно быть распознавание, если уже мы пошли в высокие распознания лиц, что это должен быть именно дрессировщик, то выключился свет или не выключился, но это тоже выполнение контракта не было двух людей, но никак интерфейс не даст команду открыть замок, и мы спасем ветеринара, потому что интерфейс управляет, и пока не выполнен контракт, не пришел второй человек, что бы ни произошло, он не даст, хотя он не знает, завтра мы можем сюда сфотографировать Иванова, Петрова, Сидорова, я хочу понять, чтобы вы поняли смысл, что интерфейс это просто как бы правило, это не сказать код, хотя это тоже абстрактный класс, но именно не классы управляют интерфейсами, ребята, а интерфейсы управляют классами, вот вам простая ситуация, еще раз, телевизор пульт человек это пульт, это телевизор, это вы, вы являетесь интерфейсом, там человек статье привел понимание в Python интерфейсом отличает, считайте, что вы, если вы не понимаете интерфейса, то вы, грубо говоря, это отличает человека от обезьяны, потому что, как он описывает пример, когда человека, когда обезьяну научили черпать воду из ведра, тушить огонь, она начала это делать, но когда ее поместили на плод и зажгли огонь, она не черпала воду из озера, она черпала опять из ведра, вот это отличает и нас, либо мы мыслим интерфейсами, вот смотрите, мы ведь берем пульт и включаем кнопку, здесь может быть спутниковое телевидение или обычные каналы, но вот этот пульт, ведь пульт не знает, что у вас там спутник или что, пульт просто знает, как дать команду, при этом мы тоже интерфейс, ведь мы, когда хотим включить телевизор, у нас срабатывает взять пульт, хотя мы можем выбрать и кнопки просто на телевизоре потыкать, и пульт интерфейс, то есть, ребята, я хочу сказать, что всему в жизни предшествует интерфейс, и в Python это полностью реализовано, поэтому для нормального изучения объектно-ориентированного программирования надо сразу включить интерфейсы, они за собой и проектирование тянут, и вот здесь моя задача, когда, ну я вам надеюсь доказал, моя задача было сформулировать, и вы теперь понимаете, что если в шахматах поставить интерфейс в начале, то шахматы легко написать, потому что дальше код мы будем описывать там фигур, это уже не важно, важно, что для нас легкое становится само управление, ребят, согласитесь, просто, но ведь вы даже многие не знают, что в Python интерфейсы заготовлены, вернемся назад, при чем здесь метод с двумя нижними подчеркиваниями, вы конечно здесь в этой ситуации могли сказать, здесь на самом деле мы могли бы создать два интерфейса, два интерфейса, да, или один интерфейс или два интерфейса, к тому же как задача, но одна была на открытии карточкой, а другая ключом, с другой стороны мы могли создать один интерфейс, открыть, а уже потом написать классы, которые бы переопределить просто методы, да, открытие карточки или ключом, и так и так это работало, но в любом случае мы были бы уверены, что правильно направят раз, что будет произведен определенный, немножко не так хотел сказать, давайте переключусь немножко. Так вот, при чем здесь методы двумя подчеркивания? Кто-то сказал бы, а мы возьмем абстрактный класс и просто будем перезагружать методы. То есть, грубо говоря, пока, ну, это метод, за двумя подчеркиваниями, мы их смотрели, да, и не и нет, а другие, и нет, он основной метод. Но мы будем перезагружать методы, то есть, грубо говоря, сейчас мы работаем с ключом, потом бац, как бы нельзя сразу с ключа, перезагрузим метод и начнем работать с карточкой. То есть, это все правильно. Но мы, вспомните пример зоопарка, простой вот такой наглядный, да, что когда ставится система, где важно распознать лицо, или там мы пишем, то в конце концов, скажите, пожалуйста, может, надо подумать, что наши действия поседневные управляют именно интерфейсы. То есть, это некий порядок, некое правило. Например, когда мы варим суп, вот смотрите, мы перепишем класс, еще проще, ну, еще одна попытка. Вот кастрюля. Вот мы. Мы варим суп. Значит, смотрите. С одной стороны, мы пишем для этого интерфейс. Вот это у нас интерфейс. Это мы, это кастрюля, это у нас газовая плита. Если мы пишем класс, мы сначала, это класс. Класс. Просто абстрактный класс. То, по сути дела, нам надо налить воду. И в кастрюлю. Но, ведь есть плита. Прежде чем налить, надо кастрюлю взять. Надо ее поставить. На плиту. А потом, или перед этим налить воду. То есть, сначала налить воду, потом поставить на плиту. Если вы попытаетесь это описывать при помощи классов, то у вас получается ахинея. Во-первых, плита у вас есть. Ее можно по умолчанию. Во-вторых, налить воду. В-третьих, хорошо, мы начинаем описывать класс. И мы начинаем писать, что все эти действия как методы. То есть, налить, поставить. А завтра вы будете варить гречневую кашу. А послезавтра вы вообще будете что-то другое, клей варить. И что вы все это будете описывать? Не проще ли описать интерфейс? Теперь сначала интерфейс. 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 Если мы пишем робота, который для нас будет варить, например. То плита по умолчанию, на нее есть возможность поставить кастрюлю. Это уже описано. И кастрюля должна быть с водой. Кастрюля. Кастрюля. Не с водой. Кастрюля. То есть, наполнена. Должны, по сути дела, для вас важно, чтобы выполнялись контракты. Газ был зажжен. Поставилась кастрюля. А что там? Вода, суп, клей. По сути дела, для вас это не важно. А для интерфейса важно просто, чтобы она была наполнена. И это была кастрюля. Чтобы мы не налили воду, робот не налил воду, грубо говоря, или вы в сковороду. Да? И взяли и начали там суп варить. То есть, по сути, кастрюля, описание. Но ведь тогда мы кастрюлю можем использовать, имея интерфейс. И когда интерфейс четко выполняет правила, мы можем варить и клей, мы можем варить и суп гороховый, и кашу. Согласитесь, тогда наши методы, наши методы начинают работать. Начинают работать наши классы. А интерфейс, грубо говоря, играет роль набора правил. Теперь поняли, что интерфейсы управляют классами. Ребят, много времени заняло все. Моя цель сейчас была рассказать, что надо обратить внимание на интерфейсы, заложить это понимание. Оно за собой много потянет. Но поверьте мне, что self, init, абстрактные классы, все это будет. Поэтому первый вопрос, который я поставил в школе, интерфейсы и различия между абстрактным классом и интерфейсом. Потому что большинство людей не задумываются. И я не задумывался раньше. Оказывается, что когда мы подошли вот с такого вопроса, я пытался объяснить, чтобы поняли все. И согласитесь, ведь все это, возможно, понимая уже функции, можно это изучать. Это ведет к глубокому пониманию ООП. Все ссылки в описании видео. Спасибо вам за доверие. Ребята, пожалуйста, поделитесь этим видео с другими людьми. Очень много людей сегодня ищет обучение. И они вам будут благодарны, потому что вы сэкономили их время. Ребята, это очень важно. И последний вопрос, который нам осталось просмотреть, буквально в несколько, как поступить в школу. В школе пожизненный доступ. Когда я начинал школу, я думал, ну, кто-то учится раз в неделю. Принцип такой должен быть у вас, хотите писать. Если вы каждый день занимаетесь, ни дня без строчек кода. Если каждую неделю, ни одной недели без строчек кода. Занимайтесь. Приходите, спрашивайте в школе, разберетесь. Доступ пожизненный и вперед. И джанга, и разные другие вещи. То есть все у вас получится. spb-tut.ru Также не забывайте про изучение другого языка. Спасибо за доверие. С вами был Валерий Бусановский. Думаю, многие вещи теперь вам стоит обдумать. И немножко по-другому вы будете относиться к объектно-ориентированному программированию. И как вы увидели, что все это легко объясните простыми словами. И не надо быть семи пядей во лбу. Я одно скажу. Ребят, вот согласитесь теперь с моим утверждением. Когда у меня спрашивают, а вот я, допустим, там историк. Ребят, да если вы составляете список в магазин, то вы сто процентов сможете изучить язык. Тем более, если вы посмотрите, то я здесь же специально разместил уроки, где есть, где я доказал, тут один из уроков есть, если смотреть, просто я сейчас, да, вот это, по-моему. Где я доказал, что вы объектно-ориентированное программирование используете каждый день. Просто я вам попытался рассказать, что объектно-ориентированное программирование и есть у нас самих. А язык всего лишь это отражение. Поэтому само понимание у вас давно есть. И вы этим пользуетесь каждый день. Единственное, что вам надо разобраться, как это выразить в коде. Всего лишь. Но когда есть понимание, вот как мы сейчас разговаривали, то, конечно, учить-то ничего не надо. Надо понять. И это моя цель, чтобы вы это понимали. Спасибо за доверие. С вами был Валерий Бурсыновский.